Серёжа! Ольга, ну как? Поездка? Поездка была очень странной. Ты знаешь, мне вот дали три лекарства. А, так это же гинкобелоба. Да, абсолютно одинаковых от всех трёх заболеваний. Между прочим, интересное растение. Его называют ещё динозавровым деревом. Потому что первоначально учёные обнаружили его ископаемые останки, окаменелости, громадных листьев гинкобелоба. И считали вообще это растение вымершим. И только в 1961 году исследователь Энгебельт Кемпфер обнаружил в Японии это растение. Оказалось, что оно вовсе не думало вымирать и растёт в достаточно большом количестве. Он семена этого растения развёз по всему миру. И сейчас оно растёт и в Америке, и в ряде стран Европы, и в Австралии. Я даже знаю, что оно растёт у нас на Черноморском побережье и в Крыму. И я приглашу представителя китайского народа, дружественного нам, судя по тому, как он хорошо говорит по-русски, к нам поговорить об этом чудесном растении гинкобелоба, которое используется в традиционной китайской медицине не одну сотню лет. Итак, давайте поговорим о том, какие лечебные свойства присущи этому чудесному растению. Во-первых, оно улучшает кровообращение, улучшает микроциркуляцию, то есть движение крови по маленьким сосудам, по капиллярам. Прежде всего, конечно, это заметно по сосудам, питающим головной мозг, потому что именно эти сосуды у пожилых людей, в частности, работают всё хуже и хуже, и это приводит к нарушениям умственных функций. Затем листья гинкобелоба и экстракты из этих листьев оказывают кроворазжижающее действие, то есть препятствуют агрегации, слепанию тромбоцитов. И тем самым снижают риск возникновения инсультов и инфарктов. И помимо этого, листья гинкобелоба богаты биофлавоноидами, которые являются естественными антиоксидантами, то есть препятствуют действию свободных радикалов, а значит, замедляют процесс старения. Потрясающее лекарство! Большое вам спасибо! Вы меня не обманули? У нас в студии врач-невролог, доцент кафедры неврологии Манеки Ренат Равильевич Богданов. Здравствуйте! В течение каких заболеваний вы применяете гинкобелоба? Гинкобелоба, экстракт гинкобелоба, нашёл применение в лечении ситуации, сопровождающейся хроническим нарушением мозгового кровообращения. То есть это начальные проявления, например, дисциркуляторной энцефалопатии, при которой пациенты предъявляют жалобы на снижение внимания, снижение оперативной памяти, психостенические жалобы на слабость, утомляемость, вялость. Также эти лекарственные средства применяются в офтермологии для лечения патологии сетчатки, при патологии слуха сосудистого генеза, и эти лекарственные средства нашли применение в терапии периферической сосудистой недостаточности. А противопоказания? Считается, что не нужно применять этот препарат при беременности и лактации, так как не проводилось дополнительных клинических исследований. И, возможно, индивидуальная непереносимость, аллергическая реакция. Если, например, есть гиперчувствительность к семейству гинкобелобы, коре манго, к таким орехам, как кешью, тогда при необходимости назначают, конечно, гинкобелобы, но начинают с минимальных дозировок. Чтобы определиться вероятностью появления аллергических различных. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok